Ну что ж, добрый день всем еще раз. Будем начинать. У нас сегодня лекция, точнее, мастер-класс по искусственному интеллекту и нейронные сети для киновидеопроизводства. И позвольте я еще раз представлюсь. Меня зовут Саид Нигматуллин. Собственно говоря, это мой инстаграм. Если кому-то интересно, можете подписаться. Там много всего разного происходит. Но сегодня мы поговорим с вами про искусственный интеллект и какие он дает возможности для создания видеоконтента. Я генеральный продюсер. В прошлом году мы сняли 4 полнометражных фильма. И для исправления различных проблемных мест в фильмах нам пришлось использовать искусственный интеллект и нейронные сети. И так получилось, что, вероятно, мы стали первыми, кто стал применять генеративные нейронные сети в полнометражных фильмах. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас такое отношение к нейронкам, что это пока такие игрушки. Ну то есть в кино их полноценно не применяют. Да, есть какие-то отдельные технологии, которые используются уже и даже уже появились в профессиональных программах. Но полноценно серьезные киношники не относятся к этому так, чтобы как-то серьезно применять в работе. А мы начали это делать. И если запись этой лекции будут смотреть через полгода, год, когда, наверное, это уже войдет просто очень плотно в жизнь кинематографистов, это уже будет смешно, что вначале к этому серьезно не относились. Но, тем не менее, сегодня я хочу рассказать о том, как можно применять нейронные сети для создания видеоконтента. И мы поговорим не только об очевидных вещах, генерации картинок, еще чего-то, но и поговорим в принципе о возможностях, которые, может быть, на первый взгляд не являются очевидными, но дают нам большое преимущество, если мы начинаем это использовать. Мы поговорим как о очевидных вещах, так и не очевидных вещах. И, возможно, слушая мое выступление, у вас появятся какие-то свои идеи, как можно использовать те или иные нейронные сети и искусственный интеллект. Но я обещаю вас, что вы сегодня не раз удивитесь. Итак, поехали. Будем очень быстро все листать и просматривать. Времени у нас не очень много, поэтому у нас такая обзорная экскурсия по нейросетям. Здесь внизу желтеньким написано приложение, которыми это можно сделать, но можете не фотографировать. В конце будет QR-код, и вы по этому QR-коду получите гайд, где все нейронки, о которых мы говорим, будут описаны, придут в виде документа с ссылками, и вы можете прям зайти и попробовать. Итак, ну, наверное, самое первое, с чего начался бум нейросетей, это дипфейк. То есть замена лиц, и появились различные проекты. Например, это DeepCaprio. Можете посмотреть. Что можно купить на 100 рублей? 20 лет назад на 100 рублей вы могли бы приобрести почти 50 акций. Это целый проект про приключения Ди Каприо в России. На самом деле, в роли Ди Каприо актер Александр Ясень. Он чем-то похож на Ди Каприо, но при помощи нейросетей ему заменили лицо и сделали целый проект, назвали его DeepCaprio. Для чего это вообще можно использовать? Ну, понятно, замена лица для прикола. Второе – это воскрешение актеров, которые, может быть, уже не с нами. Третий вариант, который вы наверняка видели, была реклама Мегафона, где Брюс Уиллис снимался. Естественно, Брюс Уиллис не приезжал в Россию, просто был заключен договор с Брюсом Уиллисом, он дал добро, чтобы его сыграл российский актер, ему просто заменили лицо, и таким образом Брюс Уиллис снялся в российской рекламе. Ну и дополнительные вещи, которые можно делать с лицами, можно делать омолодить лицо, можно застарить лицо, и все, что сейчас нейросети позволяют делать достаточно легко. Но даже, на самом деле, не только это. Пожалуйста, недавно при поддержке ИРИ, это Институт развития интернета, государственный фонд, был снят проект, в котором снимались Джейсон Стетхэмом, Киану Ривз и Марго Робби. Ну, давайте посмотрим трейлер. Я забрал всех, чтобы серьезно и всему миру объявить. Мне все, блючися! Стейтон, а че сидим? Я сказала, нажито чуть ли не лясом. Давай-ка поподробней. Ты знаешь, Киану, произошла одна история, что вы вчера делали. Паттисона разбудили. Марго Робби, Стетхэм, Паттисон, Киану Ривз, 24 серии, в свободном доступе в интернете можете посмотреть. Весьма забавный сериаль. Ну и самое, да, удивительное, называется ПМ Джейсон. Может быть, здесь распишешься? Я тебе сейчас распишусь. Все, нахуй, убирай. Самое удивительное, что ни Джейсон Стетхэм, ни Киану Ривз, ни Марго Робби не знают, что они снимались в этом сериале. Вот так вот. Оказывается, тоже можно. Да. Двигаемся дальше. Ну, мы задали вопрос авторам сериала, как вообще, ну вообще, были ли получены права, еще что-то, на что они сказали, что, скорее всего, их агенты в курсе, потому что, ну, сериал прогремел достаточно шумно, но от них никаких претензий не поступало, ну и тем более, что они же в открытую говорят, что это дипфейк, что это, как бы, не настоящие актеры. Вот. Но они ждали от них какую-то, может быть, претензию, но в итоге все прошло тихо, спокойно, и все повеселились, и все в порядке. Для чего еще можно использовать нейросети? Я когда-то развлекался, и вот видите, эти картинки все, я при помощи нейросетки создал около тысячи таких картинок примерно за 4,5 минуты. Я долго смотрел на себя вот в разных таких вот вариациях, и потом сделал пост во ВКонтакте, я выложил это все в отдельный альбом и написал ролик, который я еще не сыграл. А потом я подумал, это очень классно, то есть я смотрю на себя, и, предположим, если я режиссер, я беру актера, и я смотрю, и у меня прям начинает креатив, мой мозг начинает работать, я начинаю думать, а как его еще можно использовать, какие ему можно образы, какие можно костюмы использовать, какие можно прически делать, как можно бороду сделать. То есть это такой, получается, мудборд, где я могу взять актера, и вот я просто смотрю на актера, он скучный, неинтересный, и у меня фантазия не работает. Я вот запускаю картинки, и у меня сразу целые миры рождаются в моем воображении, как я могу этого актера использовать. И почему я сделал эту галерею у себя ВКонтакте, я подумал, что может быть режиссер увидит меня вот так вот, и тут же позовут на роль. Но почему нет? Здесь не так много картинок, сколько тут получается, 25? А, 20. Но я говорю, их было около тысячи, я примерно часа 4 их выбирал, в общем, сделал их за 4 минуты, а выбирал потом 4 часа. Создание фотографий. Ну, в кино бывают нужны фотографии для тех или иных функций, и вообще, в принципе, ну, там, на стенку повесить, оформить зал, или просто показать героев. И на сегодняшний день нейросети создают очень хорошие фотографии. Ну, насколько хорошие, чтобы вы понимали, это крупный скандал. Sony World Photography Award. В 2023 году победителем одной из самых престижных премий и конкурсов по фотографии стала вот эта фотография. И после того, как она заняла первое место, художник признался, что это не фотография, это генерация нейросети. И был очень большой скандал из-за этого. То есть, чтобы вы понимали, нейросетка нарисовала фотографию, которая победила всех живых фотографов. То есть, можно сказать о том, что нейросети рисуют, делают фотографии и делают контент лучше, чем делают живые люди. И мы еще сегодня не раз в этом убедимся. Опять же, ну да, Stable Diffusion, Trilip.i, тот же самый Midjourney позволяют делать очень реалистичные фотографии с очень интересными смыслами. Да, это фейк. Генерация контента. Это очень интересная история. Вот эти картинки, они сгенерированы нейросетью. Понятное дело, что мы можем генерировать огромное количество иллюстраций. Но самое удивительное, что сейчас у режиссера есть возможность не художнику объяснить, что он хочет, а просто нейросетке написать, чего он хочет. И дальше, просто нажимая кнопку, нейросетик ему будет выдавать каждую минуту новую фотографию или даже по 4 новых фотографий. Ему не нравится, он что-то поправил в запросе, опять нарисовал. А представьте, если он будет давать задание иллюстратору, нарисуй мне вот так вот. Иллюстратор в лучшем случае на следующий день принесет одну картинку. Он скажет, не, не пойдет, нужно по-другому. На следующий день еще одну картинку. И в общем то, что будет иллюстратор делать месяц, режиссер при помощи нейросеток сделает за 15-20 минут, быстро найдет, что ему нужно и скажет, вот своей команде, художнику, постановщику, оператору, постановщику, художнику по костюмам скажет, вот такой мир мне нужен. Все. То есть моделирование миров это очень простой, удобный и на самом деле очень захватывающий инструмент. Я когда начал себе рисовать их, я там и так, и так, и в таком стиле, и в таком, и киберпанк, и стимпанк, и еще что-то. То есть в принципе захватывает на самом деле. Текстуры. Часто нужны текстуры, особенно те, кто занимается 3D графикой. И раньше целая проблема была создать бесшовную текстуру, нужно было залезть в фотошопе, все это делать долго. Сейчас ты просто говоришь, мне нужна такая текстура и добавляешь слово бесшовная. И тебе нейросетка сразу генерирует нужную текстуру, и она уже бесшовная, пожалуйста, можешь ее применять. 3D модели. Мы там еще поговорим чуть дальше про 3D модели, но сейчас можно создавать 3D модели, не заказывая их у тех, кто занимается созданием 3D модели, а можно дать задание нейросетке, сделай мне 3D модель, и она действительно создает 3D модель, которую ты сразу можешь использовать. Но там есть свои тонкости и нюансы. Ты не можешь так тонко править, как это делает тот же самый художник, потому что ты никогда не знаешь, что тебе нарисует эта нейросет. Но в принципе, если у тебя нет строгих запросов, и тебе в принципе не важно, как выглядят чудовища, ты его писал, похоже на чудовище, похоже все, можно использовать в кино. Сканировая пространство и локации. То есть, смотрите, вот это вот виртуальный мир, который был создан из реального мира. Мы просто берем телефон, ходим с телефоном, все снимаем, дальше загоняем все это в loomalabs.ai, и она на основе наших фото и видео создает реальную 3D сцену, уже текстурированную, уже с освещением, в котором ты можешь помещать персонажа и можешь работать. Также есть инструмент, вот внизу написано revierry.net. Там он пока немножко спорный, но он совершенно потрясающий. Что он делает? Вы просто берете, фотографируете город, загоняете одну фотографию в нейросетку, и он по этой фотографии создает сцену в Unreal Engine. Это программа для геймеров, но сейчас она используется еще кинематографистами. То есть и дальше, предположим, вы сфотографировали днем город, у вас небоскребы, вы загоняете это в Unreal Engine, меняете погоду, меняете солнце, нужно сделали темноту, тут же нажимаете, загорелся свет, и у вас в окошках начинает гореть свет. То есть вы, по сути, можете с этой сцены делать все, что угодно. Вы помещаете в нее персонажей, вы можете там летать камерой. То есть совершенно уникальная технология. Почему она пока под вопросом, они ее два года назад анонсировали, сейчас она еще на стадии бета-тестирования. Двигаемся дальше. Сканирование объектов и людей. То есть при помощи приложения In3D просто ставите телефон, себя сканируете и тут же получаете своего аватара. При том, что вы можете его переодевать, вы можете его анимировать, вы можете заставить его танцевать, двигаться. Вот типа вот такого. То есть здесь сразу много технологий в одном. И motion capture, и 3D-моделирование, и анимация. То есть и это, чтобы вы понимали, любительское приложение. Это даже не для профессионалов. То есть любой может взять поиграться, но в принципе это уже можно использовать в кино. А еще у них есть импорт во всякие там метавселенные. Вы можете сразу свой персонаж как аватар загрузить, и уже у вас будет аватар, который полностью на вас похож. Можете его одевать во что угодно, прически ему делать, можете макияж рисовать, какой хотите. В принципе, вы готовы, ваш персонаж в каком-то нереальном мире. Ну, создание видео пока что у нас это очень на слабом уровне, но чтобы вы поняли, Gen 2 появился там, условно, 4 месяца назад, и у них прогресс такой, что сейчас можно создавать реалистичные видео. Вот эти картинки, которые вы сейчас видите, это месяца 2 назад было. Сейчас уже все намного круче, то есть нейросети развиваются какими-то невероятными темпами. И еще через 2 месяца, к концу года, можно просто забить, какое кино вы хотите посмотреть, описать его, и вам нейросетка покажет готовое кино. Скорее всего, мы к этому и придем. Причем очень высокая фотореалистичность, и если там раньше у них были проблемы с пальцами, с глазами, с носами и прочее, сейчас этих проблем уже нет, уже все вылечили. Ну, это тоже создание видео, это трендовое видео. Для кино я пока не знаю, как это использовать, но это кайбер-сервис. Он делает примерно следующее. Наверняка видели такие штуки. Любой человек может зайти и сделать с собой такое видео. Это сейчас используется в клипах, это используется в рекламе. Просто очень зрелищно и очень залипательно. Ладно. Дальше. Работа на сценарии написания диалогов, написания стихов и песен. Ну, все знают про чат GPT, который, в принципе, очень неплохо с этой задачей справляется. И, наверное, уже многие его попробовали, поиграли с ним. Но мало кто знает, что кроме чата GPT есть специальные сервисы, которые заточены именно для написания стихов, написания сценариев, написания диалогов. Например, writer.me. Это сервис. Там есть бесплатный. Вообще у всех сервисов есть бесплатный пробный период. Вы можете зайти и посмотреть. Чем уникален этот сервис? Он заточен, например, под написание сценария. Здесь видно, что он может писать. Какие-то маркетинговые истории, типа call to action, всякие копирайты, e-mail, письма, посты, интервью и так далее. Чем мне понравился именно этот сервис? Ты ему говоришь, напиши какую-то историю. Он пишет, ты выделяешь текстик, говоришь, вот здесь хочу подробнее. И он тебе из трех слов расписывает целый абзац. А вот здесь хочу ставить диалог такого-то персонажа с таким-то. И он тебе пишет диалог. А вот здесь разверни, подробнее об этом поговорить. Выделяешь текстик подробнее. И он тебе расписывает еще подробнее это все. То есть этот инструмент уже заточен под написание сценариев. Ходишь в стихотворение на любую тему. Говоришь, хочу такое стихотворение. Он тебе выдает стихотворение. Заменил какие-то слова. Он тебе заменил эти вещи. То есть в принципе очень классный инструмент. Рекомендую поиграться с ним. Вы просто немножечко будете в шоке от того, что он умеет делать. Да, он на русском работает. А дальше мы уже переходим. Это кадр с нашего фильма. Итак, я сказал, что мы снимали кино. И мы использовали нейросети. Как мы их использовали? Ну, во-первых, у нас детское кино было. И мы вначале долго не могли найти визажиста, который бы нам подошел. Но чтобы он стоил недорого. У нас было малобюджетное кино. И мы искали-искали. А потом не нашли. А потом подумали, а зачем нам визажист? У нас же дети. Их не надо гримировать. Они не так нормальные. Но мы не учли, что у детей бывают прыщи. И очень часто. И, в принципе, мы все три фильма сняли без привлечения визажиста. Мы визажистов привлекали, скажу вам по секрету, буквально там три смены, когда у нас снимались звезды. И не для того, что нам нужен был визажист. Просто когда приходит звезда, актер, а мы работаем без визажиста, у него будут нам вопросы. Типа, а где визажист? Особенно, когда девушки снимаются. Поэтому мы привлекали визажиста. Мы говорили так, ты просто кисточкой помахай, ничего не надо делать. Мы потом на посте все сделаем. И весь мейк мы делали на посте. В том числе мы исправляли вот такие, видите, два прыщика. Вот так это выглядит во время съемки. Вот так это выглядит уже после обработки. Ну, в принципе, мы могли убрать любые прыщи, шрамы. Мы могли даже нарисовать какой-то мейк, если нужно. Более того, нейросети позволяют… Есть такая штука. Это пока что на фото работает, но, может быть, на видео уже тоже появилось, не знаю. Когда ты снимаешь человека вообще без мейка, а потом берешь фотографию с мейком и говоришь, перенеси мейк. И он переносит, стрелки переносит, тени переносит. Все переносит. Получается, человек загримированный, как по фотографии было. То есть такие вещи тоже возможны. Генерация клонирования голоса. Это совершенно уникальная штука. Это то, что я ждал. Фильм вышел, а я понимал, что мне нужно теперь переозвучивать актеров. Мы фильмы снимали в Крыму, а актерами озвучивали московскими. А так как у нас много персонажей, и мы хотели сэкономить, то я понимал, что сейчас выйдет инструмент для клонирования голоса. Но это на поверхности лежит, кто-то должен это сделать. В итоге я подождал два месяца, и эти инструменты вышли. Сразу много. И что мы сделали? Мы взяли буквально трех актеров и тремя актерами озвучивали всех детей. И просто немножко меняя голоса. То есть нейросетка позволяет, сохраняя абсолютно все эмоции интонации, менять голос. Даже на женский. Сейчас я вам покажу другой инструмент. Есть инструменты текст в речь. Когда мы просто пишем текст, и вот такой вот аватар начинает озвучивать текст. И выбираем голос. Каким голосом хотим? Мы выбираем персонажа, выбираем голос, пишем текст, и он начинает озвучивать. Это все американские, европейские какие-то не наши сервисы. Поэтому с русским у них немножечко косячно. И если мы смотрим, как это выглядит, то мы видим, что немножечко на компьютер похоже. Если вы хотите быть в курсе самых ярких новостей киноиндустрии, получать информацию о запуске новых проектов и узнавать последние сплетни и инсайдерскую информацию о проектах и людях, подписывайтесь на мой телеграм-канал за кадром. Немножко слышно, что такое компьютерный голос. Как это можно исправить? Для этого есть такой инструмент, как клонирование голоса. То есть смотрите, что сейчас произошло. Я этот текст написал текстом, выбрал голос и выбрал персонажа. И персонаж губами совпадает с голосом, который произносит. Но что я ждал и чего я хотел? Я хотел, чтобы я сам взял диктора или сам наговорил, а другой вот такой вот персонаж под мою речь, его артикуляция подстроилась, и я записал любое видео. Казалось бы, ну как долго я ждал месяц? И появился такой инструмент. Если вы хотите быть в курсе самых ярких новостей киноиндустрии, получать информацию о запуске новых проектов и узнавать последние сплетни и инсайдерскую информацию о проектах и людях, подписывайтесь на мой телеграм-канал за кадром. То есть что я могу сделать? Я могу зайти в базу дикторских голосов, взять любой хороший брендовый голос и не снимать актеров. Я беру там этих аватаров штук 100. Любого мужика, девушку выбираю. Записал просто, чтобы вы понимали, в базе дикторских голосов я могу взять круто рекламный голос, заплатить за это 500 рублей. Ну примерно там за минуту текста. И просто берут текст, и у меня уже, мне не надо снимать, команду нанимать, студию арендовать, потом все это на хромакее вырезать. И вот это, кстати говоря, телеграм-канал за кадром, это мой телеграм-канал по киноиндустрии. Кому интересно, можете сканировать QR-код, попадете в мой телеграм-канал. И таким образом я экономлю, чтобы вы понимали, ну не знаю, сколько стоит смена, ну 1050 минимум, а 150 в среднем. То есть заплатив 500 рублей и сервису еще там 20 долларов, я экономлю примерно 100 тысяч рублей на создание вот такого рекламного поста. И вот эта картинка, это даже я ее не делал. Там есть готовые шаблоны, их тоже там штук 200-300-500, не знаю сколько, вы просто выбираете, как вы хотите, текст любой вбиваете, все, и все работает. Также создание необычных голосов. Иногда нужны для мультиков, для сказок, какие-то сказочные голоса, Баба-Яга, там еще кто-то. Причем это можно даже делать в реальном времени. У меня даже на компьютере стоит программа, я в реальном времени могу общаться и создавать любой голос, от страшных до каких-то детских. База голосов, обученные модели. Предположим, мне лень себя все время записывать. Я могу свой голос загрузить в сервис, модель обучится на моем голосе и дальше моим голосом будет проговаривать любой текст. Мои голоса, моим интонацией, в моей манере, с моей харизмой. Дальше покажу, как это работает. Что еще? Захват движения с камерой. В кино одна из самых дорогих историй. Это все, что связано с графикой, все, что связано с созданием 3D. И вот, собственно говоря, одна из самых дорогих технологий это захват движений, когда одевается специальный костюм, ставится много специальных датчиков, они захватывают ваше движение и переводят его в 3D модель. При помощи сервиса Move.ai мы просто снимаем на 2-3 камеры человека, который что-то делает, и она сама анализирует движение человека, переводит это в скелет 3D модели. Кто разбирается в 3D, мы когда на модель, мы модель натягиваем на скелет. То есть она уже переводит это в скелет. И мы можем любую модель натянуть. И в принципе, ну, то есть, опять же, смена захвата движения стоит, не знаю, ну сколько, 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч, сколько она может стоить. Сейчас это можно сделать просто на коленке у себя в комнате, захватить движение и создать такую анимацию. Генерация движений персонажей. Это вообще сервис, который тоже бомба просто. Смотрите, то же самое, снимается человек. Если в предыдущем сервисе мы захватывали через скелет, потом надо было в программе 3D-графики это все натянуть, а потом отрендерить, здесь ничего этого нет. Мы просто снимаем человека и перетаскиваем на него любого персонажа 3D-шного, и он заменяет человека в кадре на любого персонажа. И выглядит вот так. Вот только что выходил человек, теперь выходит робот, абсолютно повторяя его движение. Мы избавляемся от сложного дорогого рендера. Нам не нужно рендерферы, нам не нужно дорогое железо для того, чтобы делать рендер. То есть программа сама анализирует скелет, сама натягивает модели. Там есть огромное количество, это все модели, которые в этой программе есть, но вы можете загрузить свою модель, но правда пока только человека, ну или человекоподобного существа. И даже мимику, видите, он может мимику считывать и передавать модели. И еще раз, если вы думаете, что это сложно, я в конце вам покажу ролик, где я это сделал все с собой. То есть сейчас такой мультик может снять абсолютно любой человек, просто на коленке, сидя дома, от нечего делать, и это у него займет, не знаю, ну полдня. То, что раньше аниматоры делали полгода. Костюм. Ну, это вот мы, как бы я рассказал, да, то, что возможно. Как вообще информация? Интересно? Есть немножко ощущение шока, да, того, что сейчас происходит? Это все цветочки, дальше будет еще интересней. Но немножечко отвлечемся. Как еще можно использовать нейросети? Смотрите, видите, написано скоро. Пока нет сервиса, я не знаю его. Может быть, уже появился. Что можно костюм менять, да? Ну вот, вчера, да. Видите, вот я эту презентацию делал неделю назад. Понимаю, что скоро это будет. Вот Adobe уже это сделал. Смысл в чем? Создание, замена одежды. То есть сейчас это работает, но работает не очень хорошо. Есть проблема в генеративных сетях, что мы не можем контролировать каждый кадр, и он каждый кадр немножко меняет одежду. Поэтому это выглядит немножко странно. То есть вот оригинал, а нейросети, он как бы похоже делает, но все равно там плавает одежда. Но, видите, уже появился сервис Adobe представил, который может это делать. Что это по замене одежды? Что еще можно сделать? Очень классная штука – это стилизация. То есть, предположим, у меня 19 век или 18 век, или викинги, либо еще кто-то, и мне нужно создать для художника, точнее, не для художника по костюму, а художник по костюмам создает эскизы, по которым будут шиться костюмы. То есть очень вероятно, что такая профессия, как художник по костюмам, просто уйдет из малобюджетного кино. Да, наверное, на больших бюджетах они останутся. Но сейчас я могу прождать нейросети задания, нарисую мне 100 костюмов 19 века, и он мне нарисует детализированные, офигительные, классные костюмы, которые я просто отдаю в пошивочном цех, либо отдаю костюмеру, и он идет и шьет, уже готовые. То есть, и эти костюмы могут быть любые, даже какие-то фантастические. Я могу попросить его придумать костюмы для какого-то космического корабля и сказать, использую элементы стимпанка, например, и он их будет миксовать. То есть, у меня, кстати, нет картинки, надо было, как вначале были со мной, они очень детализированные, они очень продуманные. И, как ни странно, художники по костюмам, у них меньше детализации, чем то, что выдает нейросеть. То есть, даже если мы попросим художника по костюмам нарисовать максимально детализированную историю, у него фантазии не хватит, чтобы столько деталек придумать. А нейросетка, у него в каждом миллиметре какие-то интересные детали. Создание мудбордов, то же самое. Ну вот, я режиссер, и мне надо придумать что-то интересное по костюмам, и у меня фантазия вообще не работает. Я просто пишу нейросети, ты помоги придумать. И он мне начинает варианты выдавать, самые разные. И у меня тут же, как у творческого человека, начинает фантазия работать. Я говорю, вот это нравится, возьми вот это за основу, сделай это, добавь туда. Я просто описываю в промпте, и мне нейросет начинает генерить картинки. Так, это что у нас? А, это мы смотрели. Ну, создание, замена, удаление элементов, одежды, надписи, логотипов. На самом деле, здесь, это на картинках, не для видео, но для видео это тоже есть. Эти инструменты есть сейчас в After Effects, уже давно не существуют в DaVinci. И вот этот сервис ClipDrop, он пока работает только с фотографиями, но в принципе, мне просто было линии искать в сервис, который работает с видео. Таких сервисов тоже много. Смысл в чем? Очень часто бывает, что на костюме есть какие-то лейблы, которые надо удалить, потому что каналы не пропускают. Они считают это рекламой. Актер пришел, либо в своей одежде снимается, либо ему дали одежду, а у него здесь что-то написано. И вот раньше, это называется clean up, когда на компьютере все это прям покадрово удалялось, это занимало очень много времени. Сейчас просто выделяешь элемент. Кстати, по-моему, следующий про него будет, нет? Ну, где-то там дальше расскажу про это. Выделяешь элемент, и нейросетка сама удаляет это во всем видео. Ну, то есть тебе не надо покадрово это делать. Ты просто сказал, вот этого человека убери. А, да, там это будет. Я расскажу дальше про clean up. Я помню, я вчера добавлял эти слайды. Я каждый раз, когда читаю эту лекцию, я перед лекцией добавляю новые слайды, потому что появляются новые инструменты. Я не успеваю за всем этим следить. Итак, реквизит. Очень классная штука. Это генерация изображений для фотографий в кадре. То есть нам нужны какие-то фотографии, предположим, висят на стене, и нужно было найти статистов, сфотографировать их и повесить на стену. Ну, потому что ты не можешь из интернета взять любые фотографии, потому что есть авторские права, есть эти люди, а вдруг они умерли, а вдруг их родственники увидят, а вдруг что-то подумают. Поэтому всегда брались люди, платились им деньги, фотографировали, вешали на стену. Сейчас нейросетки нарисуют миллион людей, которых не существует просто. Пожалуйста, вешай. Дальше референс реквизита. Мне нужно реквизитору объяснить, что я хочу. Я ему на пальцах объясняю, он начинает мне приносить что-то не то. Сейчас я могу ему попросить нейросетку, она мне сгенерит много, например, радиоприемников. Я выберу, который мне нужен. Вот такой, найди мне, похожий. Он уже пошел его искать. А может быть, мне даже не нужен реквизит, потому что есть in-paint реквизит. Я просто в сцену врисовываю, мне нужны, например, стенка голых, хочу здесь часы с кукушкой повесить. Я говорю, здесь повесить часы с кукушкой. Он повесил мне часы с кукушкой. Он еще может повесить, а хочешь, они еще будут вылетать и кукукать. Ну, то есть как бы без проблем. То есть при помощи нейросетей, если мы не взаимодействуем с реквизитом, вообще можно нарисовать все, что угодно. Но даже если мы взаимодействуем, тоже можно, немножко сложнее. Это выглядит так. Это тоже пример из нашего фильма. У нас была такая проблема. Мы сняли фильм, и что-то мы мало сняли. Нам нужно было хрометраж увеличить, динамики добавить. И у меня режиссер как раз начал осваивать нейросетки. Говорит, а давай я придумал, мы комиксы сделаем. И, в общем, вот такая история получилась. Это из нашего фильма фрагмент. И переходы, какие мы придумали. У нас весь фильм в таких переходах. Всем привет! Этот кудрявый красавчик — это я. Вот такими приходами мы наполнили весь фильм, добавили динамики, добавили какие-то красочности. У нас все-таки детское кино, и, в принципе, кино сразу заиграло, сразу ожило. Дальше очень интересная история. Переходим к музыке. Ну, во-первых, при помощи нейросеток можно создавать музыку. Вообще любую. И сейчас, ну скажем так, месяц назад, когда я все это мониторил, ну, там была странная музыка, и чтобы создать что-то хорошее, нужно было постараться. Но с каждым днем это все развивается. Причем развивается очень быстро. Что можно сделать? Можно создать музыку по запросу. Хочу такую музыку, указать жанр, настроение, ритм. Все можно указать. Сервисов очень много, ну, вот некоторые примеры. И он тебе создает музыку, просто не нравится следующий, не нравится следующий, пока тебе что-то не устроит. Более того, можно указать длительность. Предположим, у вас ролик 15 секунд, и вам нужно, чтобы за 15 секунд музыка началась и закончилась вовремя. Легко. Дальше создание музыки по примеру. Мы можем сказать, хочу вот такую музыку. Прям напиши прям похожую, но мне не хочу платить авторские права. Хочу, чтобы прям была похожа, но другая. И он так, хорошо, пишет примерно похожую, с теми же самыми инструментами, и, пожалуйста, авторские права свободны, можешь использовать. Создание бесконечной музыки тоже, ну, как бы, хочу, чтобы вечно играла. Интересный инструмент перевод музыки в миди. Вы можете, первое, что вы можете сделать, вы можете музыку разложить на инструменты. То есть у вас есть одна дорожка, у вас, вы делаете расклад, у вас есть отдельно гитара, отдельно барабан, отдельно бас, отдельно, и вы можете какой-то инструмент убрать, какой-то сделать потише, какой-то сделать погромче. Можете перевести музыку в миди. Сейчас пока жалуются, что, может быть, не очень хорошо переводят, но по сути, что такое перевод музыки в миди? Вы просто музыку любую кидаете, ее вам все партии расписывают по нотам. Ну, то есть вы можете взять и играть ее. Разделение музыки и вокала. Тоже такое, казалось бы, да, раньше была интересная штука, все хотели петь караоке или выступали в ресторанах, и нужно было где-то минусовки искать. Пожалуйста, берете любую музыку, но сейчас мы это как раз, это есть. Да. Это Бонжови. It's my life. Это я сам делал просто для примера. Дальше что можно сделать? Можно разделить музыку и вокал. Так, сейчас. Здесь надо ручками мне будут понажимать. Это только музыка. Послушайте, как он отделил вокал. Пожалуйста, вот вам готова минусовка, причем от самого Бонжови. Мы предположим, вам нужен не минус, а вы хотите только голос. Сейчас. Так, сейчас. Остановить. Нет. Только голос. Это что-то там, видимо, кто-то подпел. Сейчас играет музыка. Абсолютно бесплатный сервис. Можете им пользоваться. И давайте то же самое. Поприкалываемся с Димой Биланом. Не знаю, почему Билан первое, что в голову мне пришло. Сейчас. Так. Теперь только музыка. Можно чуть погромче. А теперь то же самое, только голос. Это сервис называется Vocal Remover. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускай. В общем, вот такая вот история. Ну, вообще, знаете, я подумал, было бы здорово, но раз мы можем разделять, чтобы, например, смешивать, взять какую-то известную песню, спеть другим голосом вообще, другим известным персонажем. Подумал я, а подумал, ну, окей, а почему нет? Вот, например. Давайте попробуем песню Бонжови, попросить нейросетку, чтобы спел Майкл Джексон. То есть, в принципе, я могу взять любую песню, и чтобы у меня в фильме пел Майкл Джексон, например. Я попрошу спеть кого-то, а потом это споет Майкл Джексон. Или, например, песню Билана тоже Майкл Джексон перепел. Это тоже я сидел, ковырял. Майкл Джексон поет по-русски, вы не знали? Я знаю точно, невозможно, невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя не отпускать, и днем не ночью. Все невозможно, невозможно, знаю точно. Так, сейчас, дальше. Ладно. Ну, в общем, вот так можно поиграться. Кстати говоря, я забыл, я хотел еще вставить презентацию, но, может быть, покажу вам. Как это работает? Мы сказали, сделай красиво. И он такой, раз, ты здесь студийную запись из этого делал. Да, мы сейчас об этом поговорим, но про голос там будет такой пример. Ладно, теперь головная боль монтажеров – работать со снятым материалом. Это уже в DaVinci Resolve реализовано. Идея в чем? Вы снимаете кино, наснимали кучу материалов, и вам нужно как-то их каталогизировать, создать какую-то структуру. Например, вы можете выбрать весь материал по персонажу. То есть вы не говорите, какой персонаж. Вы говорите, хочу вот этого персонажа, и он все делает подборку всех фрагментов с этим персонажем. Это очень классно, когда, например, нужно какие-то отчеты составлять. Или по диалогам, или по движению, или по цвету можно собирать их. Структурирование, разметка. Ну, это на самом деле очень крутой инструмент, но это для таких специалистов, которые этим занимаются. Дальше монтаж видео. Автоматизация монтажа. Вот сейчас вы видите, как происходит монтаж подкаста. Это работает сервис Автопод для Adobe Premiere. Что он делает? Вы закидываете мультитрек, то есть все дорожки, все камеры, нажимаете одну кнопку, и нейросетка вам сама начинает нарезать, чтобы в кадре был тот человек, который говорит. То есть кто говорит, тот в кадре. И по сути то, что раньше… Ну, это делалось достаточно быстро, это делалось почти в реалтайме, а сейчас это делается часовое интервью за минуту. У вас уже готовое нарезанное смонтирование. Причем вырезаются паузы, вырезаются какие-то ненужные фрагменты, и у вас уже готовое видео. Создание субтитров понятно. Все этим пользуются. Улучшение качества. Можно исправить всякие огрехи по цвету, по яркости, по свету. Можно сделать upscale. Ну, как бы чаще всего используется максимум до 4 раз. То есть сняли на плохую камеру, в итоге получили 4K. Увеличение FPS и slow motion. То есть когда нужно из какого-то видео, вы, например, сняли, а вы хотите, чтобы это красиво, медленно было, и нейросетка начинает сама дорисовывать кадры промежуточные. Причем не optic flow, как это было раньше, когда на простых алгоритмах, а именно реально дорисовывает кадры. Дальше. Вот про клинап как раз. Вот идет человек, он нам не нужен, закрасили его. Все. Дальше видео, человек продолжает идти, но его нет. Ну, то есть можно убирать тросы, например, можно убирать какие-то страховочные истории, когда там… Ну, вообще можно убирать людей, если вам не нужны люди. Вы снимаете себя, не знаю, в Париже на фоне Эйфелевой башни, а куча ненужных людей. Вы просто всех людей отметили, и нейросетка всех убрала, а вы один стоите на площади. Никого больше нет. Еще одна программа. Рекомендую. Бесплатная программа. Очень крутая. Что она делает? Представьте себе, что вы записали подкаст, и вам нужно его смонтировать. Но монтировать по видео не всегда удобно. Вам нейросетка делает расшифровку всего, что говорит человек, либо говорят люди, и вы просто, выделяя в тексте то, что нужно убрать, убираете в тексте, а видео само убирается это. То есть вы оставляете только то, что вам нужно, и потом видео само монтируется, причем даже меняются крупности, чтобы это было монтажным. Более того, она убирает все слова-паразиты. Всякие «м», «а», «э», «э», «если бы». То есть вы говорите «убери слова-паразиты», он все слова-паразиты убирает. То есть вырезает. Можно сделать студийное звучание. То есть говоришь ему, сделай теперь то, что называется ремастеринг или студийное звучание, и у вас, неважно, где вы записывали голос, у вас появляется такое ощущение, что вы записали его в студии. Еще очень прикольная штука. Вы что-то оговорились или сказали неправильно. Нейросетка. Вы просто пишете текстом нужное вам слово, и она вашим голосом говорит это слово, вставляет в контекст, как будто бы вы сказали правильно. То есть она, по сути, заменяет кусок аудио. Вашим голосом вы это проговариваете. Ну и, понятно, удаление фона, работ цвета и прочая тоже фигня есть. Вот, посмотрите ролик, как это работает. Убираем. Студийное звучание. То есть она проанализировала голос и таким же голосом заменила слово. Это на самом деле только некоторая часть того, что может этот сервис. Он бесплатный, там есть платные опции, но основной функционал бесплатный. Пожалуйста, пользуйтесь, это очень крутая штука. И они постоянно добавляют новые инструменты туда. От этого сейчас у вас мозг взорвется. Перевод текстов, видео на другие языки. Причем не просто он переводит на другие языки, он делает так, что вы говорите ваш липсинг на другом языке. Переводить видео на любые языки, без дубляжа и липсинг. Има,外国映画の翻訳と吹き替えに関わる人たちは ваттфильмов, потому что теперь это делается очень просто, быстро и пачканавれているからだ. ところで,それは完全な日本語 и да, я не знаю ни одного слова на юппонском. И моим голосом. Это без асцента, чисто японский. То есть, смотрите, он анализирует ваш голос, переводит вашу речь, то есть он понимает, что вы говорите, переводит на другой язык, вашим голосом это проговаривает, и губы ваши шевелятся, как будто бы вы говорите на этом языке. То есть теперь мы берем любое видео, переводим его на любой язык и работаем на всю аудиторию, не зная совершенно языка. Я думаю, наверное, там все-таки носители языка как-то могут услышать что-то. Я вот не знаю, я не спрашивал у японцев, похоже это или нет, но было бы интересно. Да. Релайтинг. Сейчас это пока на фото, но где есть фото, через какое-то время появится и видео. То есть я сделал фотографию, и дальше я могу просто размещать источники света и исправлять любой свет. Я просто двигаю, выбираю свет, яркость, насыщенность, мощность, и могу двигать любой источник, тем самым освещая себя. Как это работает? Нейросетка создает глубину фотографии, то есть получается рельеф, и дальше она просто высвечивает то, что нужно. Ну вот я просто захожу, кликаю, там выбираю свет и двигаю ползунки. Все, профессия гаффер не нужна. Мы будем на посте все освещать. Просто снимаем, как на паспорт, а потом расставляем источники света вот таким образом. Вот этот инструмент, ну вот я делал бесплатно, не знаю, может потом бы он попросил денег. А нет, там знаете как, вот в этом инструменте, если маленькая картинка, то бесплатно, а если вы хотите большую картинку сделать, то там что-то заплатить надо. Вот. Создание постеров. Еще одна идея, использование нейросетей. Вот эти постеры были созданы при помощи нейросеток. Ну тоже, в принципе, казалось бы, да, не такая пыльная работа постер создать, но вот чтобы найти дизайнера, который так круто будет рисовать, такой дизайнер будет достаточно дорого стоить. Пожалуйста, делается за, не знаю, 15 минут просто. Нарисовал картинку, добавил внизу текстик и уже готовый постер. Ну и, наконец, последняя функция, о которой я вам хочу сегодня рассказать. Это наша российская разработка iCAPTECH. Что она делает? При помощи искусственного интеллекта она исследует реакцию зрителей на кино. То есть берется фокус-группа, предположим, вы сидите, ставится камера, которая смотрит на вас, вам включается какой-то видеоконтент, и искусственный интеллект анализирует, ну, либо вас всех вместе, либо каждого по отдельности, ваше эмоциональное состояние. То есть каждый цвет видит разные эмоции. Какие эмоции вы испытываете, когда смотрите тот или иной контент. Это популярно в рекламе. И компания сейчас очень активно работает по рекламе. То есть они смотрят, когда у человека появляется счастье, и он, например, хочет что-то купить. И что его раздражает. Прямо по хронометражу мы видим градус той или иной эмоции. Это уже наша российская разработка. Они вот сейчас вышли на рынок. Ну, они давно на рынке, просто они внедрили и в себя. Ну, я вам покажу пример применения. Это ролик. Я недавно выступал на ВИД-стадиум в Екатеринбурге. Они попросили записать меня ролик, пригласить на свое выступление. Я решил прямо во время ролика использовать какие-то приемы из нейросеток. Возможно, вы, как и я, работаете в кино или на телевидении, ну, или создаете видео для интернета. И вам тоже интересно узнать, что нас ждет в ближайшем будущем. Тогда у меня для вас отличная новость. Я исправил ощущение, что я смотрю в камеру при помощи нейросети. Многое из того, о чем мы мечтали в начале года, уже стало реальностью благодаря использованию нейросетей в кинопроизводстве. Уже сейчас мы снимаем кино без привлечения гримеров, потому что цифровой грим делается на постпродакшн и выглядит даже лучше традиционного. В наших последних фильмах один и тот же актер озвучивал 5-10 персонажей. И мы с помощью искусственного интеллекта меняли ему голос на тот, который нам нужен, при этом сохраняя все эмоции и интонации. При помощи генеративных сетей мы заменяем интерьеры и элементы реквизита, не арендуя и не покупая сами предметы. При этом они органично вживляются в сцену, и с ними можно даже взаимодействовать. Мы отказались от дорогих услуг колориста, и сейчас просто показываем нейросети премьер-фильмы и говорим «Сделай нам так же». А еще можно менять декорации, локации, одежду, лица героев. Да что там лица? Можно самих актеров заменить на любых существ без применения 3D-графики, композинга и сложного рендера. А еще можно переводить видео на любые языки без дубляжа и липсинга. «Има, «Гайкокуэйга» «Но хоняктофу кикайни «какавару» «Хтотачи» «Васасио фуму дароу» «Сорэва, «Има, «хижоуни» «кантандехадаку» «хобо мурьёде «оконаварэтеилу» «карада». Кстати, это было на чистом японском, и да, я не знаю ни одного слова на японском. Меня зовут Сэйд Нигма Тулин, и это только несколько примеров того, что мы уже делаем в кинопроизводстве. Приходи на «Видстадиум» в Екатеринбурге, на мой мастер-класс по нейросетям, где я расскажу о более 50 инструментах искусственного интеллекта для видеопроизводства и их практическом применении в кино. Ну, Екатеринбург, встречай, лечу к вам. Ну, теперь выводы. И в кинопроизводстве. Да, сейчас с каждым днем все больше и больше людей, которые работают в профессиональном кинопроизводстве, понимают, что и технологии в кино нужно применять, и они уже вышли на тот уровень качества, которая позволяет их применять в профессиональном кинопроизводстве. И чем дальше, тем больше этих инструментов будет, и, соответственно, чем дальше, тем больше не нужны будут некоторые профессии в кино. Вот такие, как гримеры, колористы, художники по костюмам. Нет, конечно, они никуда не идут, они останутся, просто востребованность их немного упадет. И в жизни. Меня часто спрашивают, стоит ли опасаться искусственного интеллекта. Я устал на этот вопрос отвечать. Я говорю, что опасаться не стоит, потому что, ну, что опасаться? В какой-то момент у нас захватят, и на этом все закончится. Что об этом думать? Рано или поздно это придет. Кто не знает, как работает искусственный интеллект, как обучаются нейросети, я объясню. Есть такой состязательный алгоритм, когда одна нейросетка что-то рисует или что-то определяет, а вторая нейросетка пытается понять, правильно он сделал или неправильно. Если неправильно, он говорит, ты не права. И нейросетка другая перерисовывает. Что произойдет через какое-то время? Какая-то нейросеть выйдет из-под контроля и скажет, что, типа, вы, человеки, мне не нужны. Что будет делать человек? Он не сможет ей противостоять. Единственное, что он сделает, он возьмет другую нейросетку, другой искусственный интеллект и скажет, защищай нас. И вот начнут бороться две нейросети. А что будет, когда они борются? Правильно, они начинают просто прогрессивно саморазвиваться. И в какой-то момент та сеть, которая защищает человека, скажет, действительно, что я их защищаю? И, собственно говоря, выживут те, кто живет где-нибудь на островах без электричества, наверное. Ну или мы как-то с ними подружимся и скажем, окей, давайте мы разделим мир, вы там владеете всей технологией, а мы просто вам не мешаем, просто муравьями поживем, не трогайте нас, пожалуйста. Поэтому не стоит переживать, это неизбежно, мы все равно к этому придем, что париться сейчас из-за этого. Это как раз про футурологию. Ну и, собственно говоря, все. Это мой Telegram-бот. Вы можете сканировать QR-код, и вам сразу придет гайд, где будут все эти инструменты, о которых мы с вами говорили, ссылки на них, и даже больше инструментов. Я туда обычно добавляю все, что мне нравится, что можно использовать в кино. Вы можете зайти, поиграться и нарисовать все то же самое, что я сегодня показывал. На этом спасибо. На сегодня наша лекция окончена. Спасибо, что поприсутствовали. Спасибо. 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 Спасибо.